Перед началом официального мероприятия участники семинара совещания собрались у памятника героям Великой Отечественной войны, выпускникам профтехобразования на территории ВДЦ «Смена». В День памяти и скорби министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр курорта Василий Швец, депутаты, представители прокуратуры и полиции, гости из других регионов страны возложили цветы к мемориалу и почтили память военнослужащих и мирных жителей минутой молчания. После церемонии участники рабочей встречи перешли в конференц-зал, в котором состоялось семинар-совещание. Главной темой обсуждения стал вопрос развития системы среднего профессионального образования. В семинаре приняли участие специалисты из различных регионов России, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет». Мы делаем вот такой центр федеральный не только детского отдыха и оздоровления, но и вообще развития всей системы воспитания в колледжах. Сегодня у нас более 60%, две трети, девятиклассников идут в колледжи. По решению президента, кураторы групп, так же как и классные руководители, это более 100 тысяч, у нас кураторов групп в колледжах получают ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Мы со следующего года вводим должность советника по воспитанию. У нас в колледжах проходят церемонии поднятия государственного флага, исполнения государственного гимна, проводятся уроки разговора о важном. Но мы прекрасно понимаем, что, конечно, ребята в колледжах, они такие целеустремленные, они ориентированы на результат, и, наверное, им нужен тоже свой подход. Федеральный проект «Профессионалитет» – это одна из инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Среди ключевых направлений – создание образовательно-производственных центров. Кластеры модернизируются, а учреждения напрямую сотрудничают с работодателями. В колледже, техникумы, сегодня они перестали быть запасным вариантом. Ну, потому что мы смотрим по нашему краю, 65% выпускников школ пошли в колледжи, пошли в техникумы. Это где-то 45 тысяч человек. Видите, как происходит трансформация, в том числе перспектив в жизни. Но сама по себе эта трансформация происходить не может, ее надо формировать. И вот я хочу сказать, что сегодня и федеральные программы, в том числе и «Профессионалитет», они работают. Потому что они дают им уверенность, вот ту самую уверенность в запрошнем дне. В Анапе проект «Профессионалитет» реализуется на базе сельскохозяйственного техникума. За несколько месяцев работы кластер уже позволил добиться высоких результатов. Студенты регулярно проходят практики на предприятиях, а аналогов оборудования, закупленного для АСТ, нет даже в ведущих вузах России. Участники семинара обсудили возможности дальнейшего развития программы, а также поделились своим мнением и задали интересующих вопросы министру просвещения России.